Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель». И в студии Светлана Князева. И Александр Гамоля. И вот с чего бы мы хотели начать нашу программу. Уже, наверное, многие слышали, что телерадиокомпания «Гомель» совместно с управлением образования Гомельского облсполкома проводит детский телевизионный конкурс ведущих «Юная телезвезда». Конкурс – это кастинг, в котором участники в возрасте от 10 до 15 лет должны блеснуть своими ораторскими способностями или талантами. Конечно же, члены жюри будут обращать внимание на очень многие вещи, в том числе и на внешний вид конкурсантов. Их умение держаться на сцене, дикцию, способность импровизировать, обаятельность и привлекательность. Конкурс проводится в три этапа. Первый район будет проходить до 1 мая, второй – областной – до 20 мая, и третий финал состоится 10 июня 2016 года. Освещать их будет телеканал «Беларусь-4 Гомель». Кастинг пройдет в каждом районе Гомеля и области. Жюри выберет мисс и мистера телеканала «Беларусь-4 Гомель» в возрасте от 10 до 12 лет, а также еще одну пару в возрасте от 13 до 15 лет. Будут также вручены и призы зрительских симпатий. На все вопросы, касающиеся проведения кастинга, вы, дорогие телезрители, можете получить ответы в районных отделах образования. Первые кастинги уже состоялись, и наша съемочная группа внимательно следила за ходом их проведения. Итак, к вашему вниманию, первый дневник отборочного этапа этого конкурса. Сегодня съемочная группа телерадиокомпании «Беларусь-4 Гомель» отправляется в увлекательное путешествие длиною в несколько месяцев. Мы заглянем в каждый уголок нашей области и найдем юную телезвездочку, которая будет вести в новом телевизионном сезоне детскую передачу. Сегодня состоится кастинг в первой школе города Гомеля. Именно туда мы сейчас и отправляемся. Ну вот мы и прибыли к первой школе. Интересно, какие ребята сегодня собрались на кастинг? Ну, сейчас мы все узнаем. Дорогие друзья, вас приветствует ансамбль статного танца «Шаровный свет». В пионерии 25 мы друзей решили собрать. Мы сейчас только что вышли из концертного зала. Очень нам понравилось выступление одной девочки, Валентины Громыко. Решили с ней пообщаться. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Валечка, скажи, пожалуйста, ты видишь себя в роли ведущей детской передачи? Конечно. А как ты считаешь, какой должна быть ведущая детской передачи? Конечно же, веселой, доброй и отзывчивой. Валечка, расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты учишься, сколько тебе лет, чем увлекаешься? Я учусь в первой школе, в четвертом В-классе. Я хожу на танцы, на бокал и на плавание. А чем нравится заниматься больше всего? Бокалом. У взрослых и детей мечты в душе схожи. И даже в вас всех мы зажигать сможем. Зажигаем звезды, зажигаем, Чтоб дорогу восхищали нам с тобой, Чтоб люди каждый вечер замечали, Как мы зажигаем звезды над землей. Родина – это что-то дорогое и притягательное. Кто-то из ребят сейчас активно готовится к выступлению, Кто-то уже выступил. Вот мы с Алексеем решили пообщаться, Он только что вышел со сцены. Алексей, как оцениваете свои шансы Попасть и быть в качестве ведущего детской передачи? Ну, мы сюда пришли для победы. Я считаю, сделали для этого все необходимое. Ну, а там уже жюри пускай принимает решение. В любом случае, с обоим мы довольны. Каким должен быть ведущий? Красивая внешность. Первая, вторая. Хорошая дикция. Ну, и третья – дать интервью. Спасибо, успехов. Спасибо. Наш край славится своей неповторимой природой. Если вы хотя бы хоть раз побывали в Беловежской пущей, Вам никогда не забыть этого сказочного места. Сегодня на конкурс вместе с ребятами их поддержать пришли мамы, папы, бабушки, наверное, дедушки. Вот, в том числе, вот у нас одна из выступающих, у нас 10-летняя Полиночка, пришла вместе с мамой. Скажите, почему решили поучаствовать в конкурсе? Ну, Полина давно очень хотела и мечтала попробовать свои силы. И мы планировали 20 февраля поехать, да, на конкурс в Минск. Вот, но еще решили, что рановато, и поэтому вот Гомельский конкурс для нас стал таким первым этапом. Стартная площадка. Как ты оцениваешь свои возможности? Ну, я думаю, что вполне все возможно, если продолжить не запинаться и стараться. Людмила Станиславовна, скажите, кого поддержать пришли вы на кастинг? Я пришла поддержать сюда свою внучку Лисебенко Софию. Она недавно приехала из Минска, заняла второе место на конкурсе рецепт. Имеет награды, дипломы. Так что стараемся. Ребята, которые, несмотря на свой юный возраст, под руководством Геннадия Александровича Абрискова, Белорусскую мову можно поравнать с райским древом. Прихожим, плодоносным и неувядальным. Первый кастинг состоялся. Он прошел в Новобелецком районе Гомеля. Ребята из других районов продолжают готовиться. Следующий кастинг состоится в железнодорожном районе областного центра. Отправится на него мой коллега Александр Гомоля. Пока-пока. Это был видеоотчет о кастинге. Какими оказались потенциальные ведущие детской передачи, что у ребят получилось и на что стоит обратить внимание тем, которые еще только готовятся участвовать в кастинге, нам расскажет режиссер конкурса «Юная телезвезда» Марина Шеринкина и член жюри кастинга в Новобелецком районе Гомеля, актриса театра и кино Наталья Задорина. Марина Борисовна, Наталья Борисовна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Борисовна, Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от первого отбора в Новобелецком районе областного центра? Как проявили себя дети? Марина Борисовна. Как режиссер всего действия, начните вы. Ну, готовились очень серьезно, потому что к просмотру я лично о себе говорю. Почему? Потому что работать с детьми очень ответственно. Дети, они непосредственные, они еще ничего не замышляют внутри и выносят себя такими, какие они есть. Нам было сложно смотреть и следить, потому что они не готовы еще к тому, чего мы от них ждем. И все-таки дети молодцы. Единственное, что были нюансы, когда готовились, не задумываясь. Где-то не было чистой речи, она необходима для ведущего. Где-то не было определенной грамотности. Ну, это, наверное, возраст. И то, что они не готовятся, да, изначально. Вот нет подготовки какой-то к этому. Они идут с тем, что есть просто от природы. А хотелось бы какая-то подготовка в этом. И она необходима. И ее есть возможность получить в городе. Вот это еще мешало. Но были некоторые глазищи, некоторые, скажем, тела детские, которые выносили себя красиво, говорили интересно. Работали и голова, и плечи, и руки, глаза выражали текст. То есть, да, в принципе, довольны остались первым кастингом. Хотя, думали, больше отберем, честно вам скажу. А возрастная категория только у нас заявлена от 10 до 15. Но, может быть, были и младше. Ну, иногда смотришь на девочку, например, и кажется, что она младше по возрасту. Нет, уже 10 лет есть. А иногда, ну, великовозрастные такие нам показались. А оказывается, еще молоды по годам. Ну, я думаю, что они все могли претендовать на работу или быть отобранным. Но, к сожалению, нет. Не так много мы отобрали. Но пришло достаточно большое количество участников, да? Большое количество участников. Много вам пришлось. Наталья Борисовна, это было тяжело. Столько людей отсмотреть, со всеми поработать и внести замечания. Ну, по времени это было действительно много. Все-таки там 37 или 38 было пар. То есть популярность возымела информация о конкурсе. И это было только первый и одного района. Да, да, да. Какие-то бы, допустим, вот то, что я рассказывал, там в три этапа, допустим, они выходили, заходили. Какие-то мы этапы объединили, чтобы нам хотя бы немножечко сократить. Потому что для нас это тоже был опыт. Это все вы и в Гомеле. Я бы, допустим, после первого этапа, может быть, не всех, даже ко второму этапу, хоть, может быть, как это не обидно педагогам, которые это делали. А не слишком строго вы оценивали? Может быть, где-то нужно... О, вы нашли строгого судителя. Нет, очень. Как раз я очень мягка и я очень доброжелательно всегда отсматриваю. Я смотрю даже дети, когда со сцены это самое, они, видя мою улыбку, в основном читают лицо, которое вот всем своим видом помогает ребенку, понимаете. Это тоже очень важный момент. Или ты сидишь равнодушно, что-то там чертишь карандашиком, и ты читаешь и не видишь глаз. И на членов жюри, знаете, было приятно смотреть, потому что действительно была реакция. Они понимали участие. Потому что дети ждут этого, смотрят на членов жюри. Но по большому счету, конечно, было три этапа, но оно же сразу по ребенку, в принципе, видно, на что-то он способен. Правда, это уже больше... Иногда даже по тому, как он выходит, я уже могу понять, или говорю себе так внимательнее, или... Понятно, ну, буду слушать, и я слушаю. Ну, к сожалению, да. Конечно. На какие моменты нужно обратить внимание детям? В технике лечу, в произношении? Какие проблемы встречаются? На чем нужно работать? Ну, я бы больше, допустим, работала над тем, что если выходит пара ведущих, то они должны между собой общаться. А то есть такой момент, допустим, девочка задает вопрос своему соведущему, и когда он начинает ей отвечать, она равнодушно стоит и смотрит. Ждет свои реплики. Да, ждет свои реплики, и ей как бы то, что она спросила, абсолютно неинтересно. Но это тоже как бы надо на это указать. Они же не потому что... Потому что их не научили. А иногда бывают дети настолько вымуштранные с детства, что ли, или как это назвать, настолько сделанные, что мне неинтересно за ними следить. Потому что... Отработал, свободен. Да, это раз. А во-вторых, это самое... Вот они настолько сделанные, что до поворота головы, до этого самого, это уже получается какой-то цирк. И я не вижу живого общения. Вот как научили, как выучили, вот так, вот так, так, не слышу, не слышу. Сказали сделать так. Это самое, да. И иногда бывает настолько дети, как солдатики что-то выполняют, что не видишь их живых глаз. И вот чуть приостановишь и говоришь, а вот ты мог бы, вот обращаясь как бы к зрительному залу это говорить, это самое. Он говорит, да, могу. И точно так же, как он делал до этого, не видя, не слыша, просто отторобанивает свой текст. И вот тоже такие вот детали. Но тем не менее, таланты встречаются. Я знаю, что все равно Наталье Борисовне там понравились глазки. Да, я вам больше могу сказать. Я даже уже с таким прицелом, чтобы, может быть, посоветовать детям дальше идти заниматься именно театральным делом. Да, именно поступать в театральные училища или академию. Потому что есть очень способные. И, во-первых, могу сказать, что очень много в Гомеле молодых, талантливых ребят. Это просто радует вообще. И даже вот, вы знаете, если ребенок этим занимается, он уже чуть выше, чуть лучше, чуть одухотвореннее вообще. Это видно прямо вот по лицу. Да, он общительнее. Это очень многое дает сам по себе. Я вот хотела сказать по поводу того, что все-таки нужна им определенная харизма. Детская непосредственность тем более. Вот как Наташа говорит, что так научили. Сказали повернуть голову туда. Нет, не надо их этому учить. Вы посмотрите и направьте. И тогда он и материал понесет по-другому. А рассказали, там, объявить номер, слова и музыка Александры Пахмутовой. Все, и песня про нежность. Он сказал, и довольно, что не забыл слова, ушел. Все, а где же ты сам? Там, Петя, Витя, Наташа, да? Вот этого мы и ждем. Харизма вот эту же... Встречаются ли среди участников дети, которые не представляют, чем закончатся конкурсы, что им предстоит вести программу в случае победы, может быть? Наверное, бывает и так, и так. Потому что дети ежегодно, весной, обязательно участвуют в каких-то конкурсах, за которые они получают или дипломы, или места какие-то. Наверное, есть дети, которые привыкли, что каждый год надо сегодня в этом конкурсе выступить, завтра в этом. А кто-то, может быть, кого-то, может, и настраивают уже на далеко идущие... Ну, к первому кастингу, вот, сожалею о том, что, вот, приходят, да, на кастинг те, кого знают отделы культуры районов, там, или школы, там, ну, кто-то так. Есть очень много детей талантливых, я вот буквально на днях разговаривала с малышом, которые, они не знают про эти конкурсы. Но я сама знаю, что это малыш, а я затащу на эту работу попробовать. То есть, вот, мне жаль, если гомельчане услышат нашу программу, посмотрят, хорошо, чтобы они обратились, попали на эти кастинги, они проходят каждую субботу. Было бы здорово просто. Да, всю информацию, уважаемые телезрители, касающуюся проведения кастинга, вы можете узнать в районных отделах образования. Так что, звоните. Да, приглашаю. Марина Борисовна, какие этапы, основные проведения этого кастинга? Поясните, пожалуйста. Ну, прежде всего, скажу, что я уже упомянула, впервые такое делается. Вообще, я очень рада, что появится канал в детске, это очень важно и здорово. Что касается этапов, в три этапа. Первый – отборочные районы, районов Гомельской области. Второй будет уже после отборочного всеобщего, он будет единый, областной этап. Ну и финал, финал – май-юнь. У нас в Гомеле здесь. Надеюсь, что нам удастся собрать когорту талантливых, непосредственных, умных, по-хорошему детских, но взрослых людей. Да, ну, может быть, какие-то еще от вас советы, рекомендации детям, которые готовятся? Вот еще вот так вот тезисно, может быть, что… Если, я не знаю, к детям это или к взрослому рекомендации, все-таки внешний вид тоже очень важен. Иногда маленьких детей одевают в вечерние платья с открытыми спинами, в бархат. Контрольный выстрел, бант, огромный, ни к силу, ни к огору. Да, или в бархат, который мне просто из 50-х годов прошлого века. Если они, это же их дети, вы должны их, ну, чувствовать. Менталитет ребенка, конечно, к этому лицу идет только это, а к этому идет только такая одежда. К его выходу, к его выступлению, я правильно говорю, к манере говорить даже. Вот эти вещи, ну, взрослые, обратите внимание, потому что детки, они вам верят, они доверяют, и они еще сами не осознают. Очень редко, когда ребенок говорит, мам, я не хочу эту кофту, мне хочется сегодня одеть вот эту. И хорошо, если мама прислушается, и она просто поправит в этой любимом одежде что-то. Это имеет значение, это правда. И еще хочется, чтобы все-таки речь была ровной, ну, с определенным каким-то, не знаю. Конечно, легче работать, когда видишь брак какой-то, да, знаешь, с чем работать нужно. Но, коль это конкурс, знаете, когда на конкурс танцоров не приходят, господи, прости, хромые, или там совсем плохо передвигающие, не дай бог, передвигающиеся. Так и здесь. Следите за речью, следите за, как донести ее, да, слово подобрать не могу. Вот эти моменты, потому что это все-таки кастинг ведущих. Это не просто кастинг хорошеньких деток и плохих. То есть главный акцент все-таки на чем? На ораторских способностях? Речи на харизме. Харизма, да. Наверное, да. На вот этой детской непосредственности, вот, наверное, ну, хотя дети все дети. Ходят дети, допустим, и общаются свободно, легко. И вот ощущение, что тебя даже в любой момент останови, а он все равно будет и пошутит в этой же манере. А есть просто такие сделанные, зажатые люди, которые шаг влево, шаг вправо, никак. Тоже можно разговаривать при желании. При желании, так это ж надо желание еще иметь. Работать еще, да. Внешне, опять-таки, мы же, конечно, не мисс выбираем. Внешне, дети всегда обаятельны, ну, согласитесь. Но делать взрослые прически маленьким детям, делать совершенно ничего. Ну, пусть они будут детьми, да. Или если это человек, которому уже там 15 лет, да, у нас до 16 лет отборочно, ну, он и соответствует 15 годам. Тоже не надо. И выходил парень вот на первом кастинге, я не могла понять. Потом мне сказали, что мы вообще 22. Не знаю, как он попал туда. А там же были педагоги. Ну, наверное, да, были педагоги, да. Под подростковой. Ну, да, но я посмотрела, что моложавое лицо очень, но одето, ну, не знаю, на очень взрослый возраст, не буду говорить сравнений. Вот этот момент тоже надо учитывать. Ну, и потом, коль там даются задания определенного рода и тема, ну, и тогда, наверное, себя надо подготовить и в одежде тоже на эту тему. Да. Чтобы соответствовало внешнее содержание. Конечно. Тому, что он хочет нам донести, рассказать и так далее. Ну, если мальчик выступал в манере диджея, он был одет определенным. Это и воспринималось, и он видел, что мы это чувствуем, да, что мы это видим. Ну, не знаю, мне показалось, что первый кастинг прошел так, на неплохом уровне, потому что они видели заинтересованность нас правильно. Наташа сказала, что они, что, жюри сидела прямо перед ними, не знаю, наверное, надо было иначе как-то это сделать. Ну, во всяком случае, они на них работали и видели отдачу. А есть отдача, кого-то даже по-хорошему несло, как говорится, и вот тогда мы заинтересованы. Ну, то есть, вот момент, это же творчество. Потом эти одобранные дети будут вести программы, которые будут смотреть их же ровесники, и они должны поверить. Иначе ради чего все это? Да, все правда, что вы сказали. Будем надеяться, что телезрители услышали полезную информацию от вас и учтут, потому что все-таки действительно на каких-то самоощущениях идти участвовать, это сложно, когда не знаешь, вот когда не проконсультировался, а так уже от вас что-то услышали. И обязательно запишут своих юных дарований на этот кастинг. А мы обязательно их посмотрим. После конкурса иногда подходят, спрашивают какие-то замечания или что. Ну, вот очень часто бывает так, что замечания ты искажешь, но ты видишь в следующем этапе, и ничего не меняется. Тогда для чего вообще подходить и спрашивать, если все равно. Да, дорогие телезрители, мотайте на ус. А вам, Наталья Борисовна, Марина Борисовна, огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Успехов вам, активности, чтобы участники вас не разочаровывали впредь, чтобы все прошло благополучно. Всего хорошего. Всего доброго. И вам всего хорошего. До свидания. Дорогие телезрители, у нас в гостях сегодня были режиссер конкурса «Юная телезвезда» Марина Ширинкина и член жюри кастинга в Новобелецком районе Гомеля, актриса театра и кино Наталья Задорина. Мы приветствуем всех, кто только что присоединился к просмотру нашей телепрограммы. Дорогие телезрители, сегодня жители многих стран, в том числе и белорусы, начали праздновать Масленицу. Древний славянский праздник с многочисленными обычаями, гуляниями, играми, забавами, сжиганием чучела зимы и, конечно же, большим количеством блинов. Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Празднует Масленицу во многих странах Европы, в некоторых штатах США, в Канаде и даже в Австралии. Так в Шотландии на Масленицу пекут постные лепешки. В Польше готовят пончики с разнообразной начинкой. В Германии Масленицу встречают с блинами, оладьями и домашней колбасой. В Армении готовят много плова и раздают его тем, кто беден и не может позволить себе вкусную еду. У нас Масленица отмечается в течение недели перед Великим постом и одинаково любима как детьми, так и взрослыми. Саш, ты слышал о последней онлайн-трансляции в кинотеатре «Мир»? Да, что-то слышал. Это вроде бы трансляция спектаклей из известных театров мира, если я не ошибаюсь. Да, ты прав. Трансляция лучших театральных постановок мира в режиме онлайн на экранах кинотеатров продолжает устраивать предприятие «Кинотавр». Не так давно жители нашего областного центра увидели в кинотеатре «Мир» спектакль Уильяма Шекспира, Антони и Клеопатра. Наша коллега Вероника Ворошилина с подробностями. Большой экран кинотеатра «Мир» без искажения передает искренние эмоции, чувства и актерское мастерство ведущих артистов всемирно известного шекспировского театра «Глобус». Пьеса Антони и Клеопатра – это третья из знаменитых трагедий гениального английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, которая демонстрировалась жителям областного центра в этом театральном сезоне. Клеопатра, красивая египетская царица, захватила чувства Марка Антония, полководца и одного из трех лидеров Римской империи, что грозит стать причиной ее раскола. В спектакле Антони и Клеопатра сливаются воедино благотворительность и порог, вечная любовь и жажда власти. Постановка «Глобуса» уверенно освещает все важные темы, поднятые в пьесе, но делает это с несколько неожиданным уклоном в комедию. Кстати, у каждого, кто пришел в кинотеатр, насчет спектакля свои цели и ожидания. Я учусь на факультете иностранных языков в Скорине, и, естественно, мне было бы очень интересно побывать на постановках, которые, собственно говоря, ведут на английском, потренировать свою собственную речь. Трансляции с самого Лондона, из театра, который когда-то был основан Шекспиром, и я уверена, что от актеров можно ожидать только самого лучшего. Трансляции спектаклей на киноэкране – новый формат для Беларуси, но распространенная практика в Европе. Это возможность увидеть культовых исполнителей современности на большом экране, побывать на спектаклях, которые обсуждаются мировой публикой. Трансляция лучших театральных постановок мира в кинотеатрах Гомеля началась в прошлом году. В год культуры она также будет продолжена. Так, 5 марта в кинотеатре Калинина все желающие смогут увидеть оперу «Манон и Леско». А 13 марта здесь же состоится онлайн-трансляция балета «Спартак». Между тем, кинотеатры областного центра уже давно перестали быть местом для обычного просмотра фильмов. Здесь постоянно проводят для зрителей интересные тематические проекты и перформансы. Стоит отметить, в этом году впервые и Международный женский день также не станет исключением. Сегодня в 23.30 всех посетителей кинотеатра Калинина ожидает необычная, яркая и оригинальная праздничная программа. Программа, она будет неким таким сюрпризом для тех, кто к нам сюда придет. Там будут и конкурсы, и розыгрыш призов, и мим-шоу, и фотозона будут работать. Ну и пока мы скрываем это, и это будет сюрпризом, отдельный номер, отдельный подарок для тех милых дам, девушек, которые придут к нам 7 марта. Одежда для ведущих предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Вас приветствует Светлана Князева и Александр Гамоля. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и вот о чем мы хотим поговорить с вами прямо сейчас. Детское модельное агентство из Гомеля со своей коллекцией недавно на престижном международном фестивале творчества скрыжеваний в Минске завоевало дипломы первой степени. Идея перенести детские рисунки на ткань и пошить из этой ткани неповторимые наряды, благодаря чему авторами эксклюзивных работ смогли бы стать и сами дети, восторженно было принято жюри. В номинации «Театр мод» с коллекцией «Я рисую счастье» моделям из Гомеля не было равных, хотя их руководитель признается, что и не рассчитывала на победу. И сегодня директор модельного агентства «Дольче Вита Гомель» Мария Журавлева, а также ее воспитанницы Анастасия Кондрусь, Вероника Савкова и Эмилия Якуш в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Мария Александровна, девочки, добрый вечер. Добрый вечер. Мария Александровна, девочки, мы хотим вас поздравить с этой победой. Вы большие молодцы. Расскажите, было ли ожидание победы? Думали, что победите в этом конкурсе? Спасибо большое за поздравления. Конечно, мы не ехали за победой. Наша основная цель была показать детей, показать себя, заявить о себе. Конечно, в глубине души каждый из нас, наверное, все-таки надеялся на какое-то призовое место. Я не буду лыкаить. Но все-таки вот такой победы, такого места мы, конечно же, не ожидали. Это впервые принимали участие в подобного рода конкурсе? В подобного рода, да, это было впервые. То есть настолько престижный конкурс, именно международный, международного масштаба, я бы сказала. Вот это была наша первая такая победа и первое участие. Первая участие и сразу победа. Молодцы. Чего раньше не пробовали? Теперь мы уже верим в свои силы. Конечно же, да, будем пробовать. К обсуждению ваших успехов мы обязательно еще вернемся. Но давайте сейчас посмотрим о том, какие впечатления привезли с собой ваши воспитанники с Международного фестиваля творчества «Скрыжевание». Давайте посмотрим. У меня такие ощущения, как будто у меня никогда не было такого первого места. И не знаю даже. Веселье. Мне понравилось, как мы выступали все вместе на большой сцене. Мы так волновались, мы не ожидали, что мы выиграем, но очень на это надеялись. И вот чудо свершилось. Какие моменты запомнились больше всего? Когда жюри поставили все десятки. Кричали мы так громко, что даже все баллы забили. Я писал их десять. Конечно, у меня был шок, но мне очень понравилось. Мы плакали от радости. Мы запищали, потому что, ну не знаю, это было такое чувство, я даже не знаю, как его описать. И вот это, наверное, такое самое яркое. Я вот до сих пор вспоминаю, как у меня, наверное, эти квадратные глаза, руки. Там было интересно. И после фестиваля еще был концерт. Те, кто остался, те видел. И там еще певец выступал Тео. Тео? Да. То есть Тео больше всего запомнился? Да, наверное. А как ты думаешь, почему вам удалось победить? Почему? Ну, потому что мы хорошо пошлись, ножку не гасолапили. А что тебе больше всего понравилось? Ходить очень красиво. Да. Было привычно, что на тебя смотрит такое большое количество людей? Да. Да? А почему? Мне понравилось, потому что. Там весело, там награды. И я бы с удовольствием была бы там постоянно. С тобой были мама, папа там? Да. Были? Были. А не волновались? Нет. Не волновались? Почему? Потому что я уже выступала на других занятиях, тоже в Минске. Что значит для тебя быть моделью? Красиво ходить, не размахивать руками. Умение общаться с людьми. Угу. Показать себя. Это вообще ровная спина. На первом же месте раскрепощенность. То есть это уже нет такого зажатия. Сад, моя классная, это улыбаться. Скажи, тебе нравится заниматься модельным видом деятельности? Да. Почему? Потому что мама говорит постоянно, что я звезда. Кем ты хочешь быть? Моделью. Парикмахер. Парикмахер. Ну, не знаю, мне нравится работать с детьми, общаться с ними. Моделью. Только моделью. И девицей. Хочу передать привет моему папе, моей бабушке Зой и дедушке. Молодцы, девочки. Конечно, да, напитались эмоции. Интересно было даже понаблюдать. Замечательная у вас воспитанница, Мария Александровна. Расскажите, какие отзывы вообще поступили о ваших воспитанницах, о номере после выступления? Ну, главным отзывом для нас, это, конечно же, была оценка жюри. Потому что жюри было международным, так же, как и сам конкурс. Значит, нас оценивали с хореограф, с Россией. Были даже гости с Италии, Литвы, Латвии. И, конечно же, увидеть в руках этих людей десятки, это было вообще просто непередаваемое ощущение. Испытывал невероятную город из-за своих детей, вот, из-за наш номер. Ну, и, в принципе, вообще все, кто видел наше выступление, конечно же, потом звонили, писали, говорили, что идея просто замечательная, яркая, необычная. Вот, собственно, на этом мы делали основную ставку, когда вот создавался номер. А какая была ваша личная оценка до того, как вы узнали оценки жюри? Вот, сколько вы, не менее восьми, там, семи? Знаете, самое обидное в моей профессии, в моей работе вот на данный момент, это то, что своих детей я не вижу уступления своих детей. То есть я всегда наблюдаю за ними и за кулис. Да, то есть я, допустим, именно на перекрестках я деток выпускала вот на сцену. И, собственно, наблюдала только за их спинами. Но когда по окончанию нашего номера я услышала бурные овации в зале, которые были настолько бурными, что, то есть просто вот разрывалось там все, я поняла, что, в общем, мы, наверное, просто на высоте были. Александра, вы, наверное, детей принимаете, наверное, оцениваете сразу, уточняете. Рисовать умеете? Красиво? Ну, нет, я таким не занимаюсь, потому что берем вообще мы, значит, вообще абсолютно всех деток набираем в свое агентство. Но вообще, то есть если чего-то, каких-то умений не хватает у детей, я с радостью их сама дополняю. Допустим, например, то есть вот это платье мы рисовали не только, то есть принимали участие и я, и дети вот непосредственно вот именно вот в этом платье. Я вот хотела начнить, кто рисует? Как возникла идея вообще создания такой коллекции? Идея навеяна, наверное, уже видно по платьицам наших воспитанниц, навеяна коллекцией и детской, и взрослой одежды Дольче Габбана, которые, в общем-то, вот в 2015 году презентовали эту новую коллекцию. Это вообще, это их идея была. И когда я видела эту коллекцию на подиуме, конечно, я поняла, что нужно что-то с этой идеей делать. Вот, потому что просто, конечно, выпустить красивые модели, которые пройдутся в таких платьицах, это одно. А когда вот обыграть эту идею, умение преподнести ее совершенно по-новому, необычно, это, в общем, стоило этим заняться. Я этот план вынашивала достаточно долго, и вот когда нам предложили участие в «Перекрестках», конечно же, решила, что нужно именно эту идею нам разрабатывать дальше. Ну и, собственно, именно в создании этого платьица принимали участие все модели, мы все приложили руку к нему. То есть все понемножку брали в руки краски, карандаши, рисовали, и впоследствии это перенеслось на ткань, да? На ткань, да. Кстати, расскажите, да, технически даже интересно, как это произошло. В принципе, мы купили обычные краски для ткани. Сначала сделали наброски, значит, на самой ткани. На бумаге предварительно рисунок надо делать? Нет, нет. Нет, у меня все наброски были у нас, в общем, в голове. Сразу на ткань. Да, мы просто оговорили наши идеи, вот, и все, и сразу принялись разрисовывать юбку. Какое количество воспитанниц принимало участие? Все, кто бы принимал участие в номере. Все, абсолютно все. То есть не те, кто лучше рисует, например, или... Нет, нет, нет. Замечательно. А сколько, кстати, в номере принимает и в студии вашей занимается, в агентстве? На данный момент у нас занимается 15 девочек и один мальчик. А в номере непосредственно принимали участие 11 детей. А, это тот мальчик, которого мама называет и звезда? Да, да. Он у нас действительно звезда, потому что это мальчик, во-первых, он единственный у нас. А единственный, конечно. И такой малыш, который, в общем-то, сообразительный. Вот, и вообще изначально его водили к нам. Мама привела только потому, что не было актерских студий, готовых принять таких малышей в Гомеле. Вот, мы решили рискнуть, ну, попробуем. И в итоге сначала они, значит, водили только на актерское мастерство, а затем влились в наш коллектив настолько сильно, что уже принимают участие во всех наших летах. Стали моделями. Да, и стали моделями. А как давно студия существует и мальчик в каком возрасте пришел? Мальчик пришел в возрасте трех лет. Студия существует уже год. Мы открылись 1 марта 2015 года. Ну, получается, всего четыре взрослее выглядели, да? Эмилия, расскажи, пожалуйста, тебе было страшно выходить на большую сцену? Нет. Почему тебе не было страшно? Потому что мне сети оплативали все. Все поддерживали много людей, все были рады тебя видеть, всех охлопали. И тебе было не страшно, правильно? Что ж тут непонятного? Мария Александровна, а что нужно для того, чтобы стать моделью? Девочки к вам приходят. Я всегда всем говорю, когда вот мне задают вопрос, что нужно для того, чтобы попасть к вам в школу. Я всегда говорю, нужно только желание. То есть мы не смотрим на данное внешнее. Умеет ли что-то ребенок делать, не умеет. Пришел он уже с опытом, с каким-то багажом к нам. Либо же этого багажа не то и вовсе. То есть берем абсолютно всех детей. И, в принципе, я считаю, что маленькой звездочкой можно сделать каждого. Главное для этого терпение, время, конечно же, и невероятные-невероятные усилия. Мария Александровна, какая вот вы молодец. Даете шанс каждому. Неважно, есть у тебя вот сразу так, ты раскрылся во всей красе. А вот раскрыться каждому, это так здорово. Просто прям находка у нас в городе. Да, мы стараемся, конечно, раскрывать каждого ребенка, который к нам приходит. В принципе, удается это. Я бы сказала, наверное, все-таки с большей долей вероятности удается сделать всех раскрепостить. Потому что, да, конечно, один раскрывается сразу. Кто-то раскрывается через какое-то время. Бывает, это должно пройти 3-4 месяца, даже полгода. Но все-таки мы этого достигаем упорными совместными усилиями. А кто с ребятами занимается у вас? Занимается у нас квалифицированная педагогия. Значит, преподаватель по дефиле у нас модели с 8-летним стажем работы. Преподаватель по актерскому мастерству, актер молодежного Гомельского театра. Хореограф занимается также с нашими детками. И занимается стилист, очень известный дизайнер гомельский, Лилия Калятка. Вот мы ее пригласили тоже к себе. Она очень с удовольствием согласилась с нами работать. Настя, расскажи, пожалуйста, на какие жертвы тебе приходится идти каждый день, чтобы быть в форме, чтобы наращивать свое модельное мастерство? Чтобы ровно держать спинку. Смотри, как она сидит. Ну, во-первых, надо меньше есть сладостей. А хочется? Да. Надо посещать занятия, быть на каждых репетициях, чтобы поддерживать себя в форме. То есть... Сколько раз в неделю вы репетируете? Ну, раза два как минимум. Угу. Немало. Помимо того, что в школу надо ходить и кружки дополнительные. А сколько длятся репетиции по времени? Ну, каждая репетиция под час-два, иногда бывает и по три. Угу. Ну, вот и надо поддерживать себя в форме, чтобы волосы были здоровыми, одеваться красиво и... Модненько, стильненько, современно, да? Ну, да. Вероничка, а что дают тебе, в частности, занятия такого рода деятельности, как модельное мастерство? Почему они тебе нравятся? Меня учат держать правильную осанку. Красиво ходить меня учат. Самое главное, что ты вот учишься, тебе доносят информацию, а ты впитываешь как губочкой. Есть результат, правда? Да. Есть результат, это самое главное. Мэрия Александровна, расскажите, вот за то время, как существует ваше агентство, наверняка где-то уже участвовали, пусть, может быть, не в таких масштабных мероприятиях, как последние. Расскажите, где участвовали, какие достижения у вас есть? Да, конечно, мы принимали участие. Все начиналось, как говорится, с малого, собирали по крупицам. Сейчас, конечно, оглядываясь даже на этот уже прожитый год, можно сказать, что у наших моделей очень большие достижения, которыми может гордиться вообще каждый. Мы принимали участие в фестивале Babyland, который проходил в Гомеле в декабре 2015 года. Выступали с показами коллекции минских дизайнеров. Потом наши модели, многие принимали участие в международном конкурсе в Чехии. Именно это был фотоконкурс. Настя, например, взяла гран-при. Она получила сертификат. Первое место было у нее, опять-таки, тоже безоговорочное на этом конкурсе. Наших моделей печатали в журналах украинских, белорусских и российских. Также мы очень тесно сотрудничаем с магазином «Оранжевый верблюд». И наши модельки, если открыть интернет-магазин «Оранжевый верблюд» красуются на сайте. Теперь же можно знакомые лица там узнать. Да, вы теперь нас можете узнать с легкостью. То есть вас уже знают, даже не только у нас в стране. Да, можно уже сказать с уверенностью так. Собственно, по поводу того, что нас знают не только в нашей стране. Настолько наш номер запал в сердца, видимо, зрителей. Буквально через два дня после того, как закончились перекрестки, со мной связались организаторы московского международного конкурса, он даже всероссийский считается, международный конкурс «Белый кит». и пригласили нас также принять участие вот с этим номером на этом фестивале. Замечательно. Приняли приглашение? Поедете? Ну, к сожалению, вообще бюджетом модельных агентств не предусмотрены такие траты. И мы, конечно, открыты для сотрудничества. Вам нужно искать спонсора. Были бы рады очень, да, если бы такие нашлись, потому что у нас очень много интересных идей, которые хотелось бы реализовать в жизни. Хотелось бы, допустим, порадовать наших гомельчан. У нас есть интересный проект, он сейчас в разработке. Готовим его к майским праздникам, ко Дню Победы. И очень бы хотелось, конечно, чтобы превратить его в жизнь, этот проект. Мы желаем, чтобы все получилось у вас. Спасибо большое. А много стран принимало участие в этом фестивале, в последнем перекрестке? В перекрестках, да, принимали участие больше десяти стран. Это была Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Италия. То есть конкуренция была очень большая. То есть, допустим, именно в нашей номинации выступало 20 коллективов, среди которых были именитые агентства с огромным опытом работы. Вот, поэтому, конечно, вот, собственно, почему мы не надеялись-то даже на победу, даже на какое-то призовое место, потому что понимали, какие у нас соперники. Большая конкуренция, но вы ее выдержали. Выдержали, да. С чем вас и поздравляю? Сдали экзамен на 10. Ну, кроме дипломов, я так понимаю, вы получили еще и кубки, да? То есть какие-то оригинальные статуэтки. Да, да. Мы привезли с Минска, значит, вот кубок первостепени, награду первостепени, как лауреаты, и кубок лучшим. Этих кубков, боюсь просто ошибиться в цифре, по-моему, было всего только 8 или 9. То есть из 3 тысяч участников вручали их только вот буквально единицам, те, кто завоевал все десятки. И мы оказались в их числе. Замечательно. Мы рады за вас. Мария, мы знаем, что у вас есть определенная проблема со здоровьем. Вот вы испытываете проблемы при ходьбе. Как вы находите в себе силы, чтобы заниматься таким вот видом деятельности, дарить детям радость, счастье и участвовать в их жизни непосредственно? Да, даже инвалидная коляска не мешает. Расскажите, действительно, как вам это удается? Я вообще сама по профессии педагог, и, конечно же, не мысли вообще о своей жизни без детей, без общения с ними. Когда вот случилось в моей жизни вот такое горе, то я не стала зацикливаться на своей болезни, не стала оставаться один на один с ней, решила как-то продолжать идти вперед и найти какой-то способ общения с детьми иной, нежели там в школе, в детском саду. И, в общем-то, вот пришло на ум открыть в Гомеле агентство модельное. То есть ранее до этого вы не занимались модельным видом деятельности никогда? Нет, нет, что вы. То есть это все как бы я вместе с детьми, можно сказать, познавала азы, потому что дети учились ходить, а я училась работать с детьми именно вот как с моделями. Но я надеюсь, что все-таки нам это удалось. Вам это, несомненно, удается, судя по вашим результатам, по восторженным лицам, по блеску, искра в глазах. Это замечательно. И мы с тобой, как с тобой сегодня, сколько радости испытываем в студии, от присутствия этих девочек в таких красивых нарядах. Спасибо вам огромное, Мария Александровна, за все, что вы делаете. Мы желаем вам выздоровления и всего самого хорошего от всей души. Спасибо вам большое. И спасибо, что пришли к нам на передачу, поделились свои эмоции. Новых вам побед, достижений, эмоций, покорения пьедесталов в новых конкурсах и международных фестивалях. Девочки, всего хорошего вам. Телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были директор модельного агентства «Дольче Вита Гомель» Мария Журавлева и ее воспитанницы Анастасия Кондрусь, Вероника Савкова и Эмилия Якуш. Одежда для ведущих предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Уважаемые телезрители, не так давно в Гомеле выступил Глеб Матвичук с концертной программой «Для любимых женщин». Глеб Матвичук является вокалистом, актером, режиссером и композитором. В 17 лет он переехал жить в Москву, одновременно поступил в консерваторию на вокальное одерение и в Щепкинское училище. Глеб Матвичук является не только талантливым певцом, но и подающим большие надежды актерам. Подтверждение тому – блистательно сыгранная главная роль в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». А еще для меня лично Глеб Матвичук – интересный как мужчина, которого себе в избраннике выбрала красивая женщина и интересная актриса Анастасия Макеева, поклонница которой я являюсь. Уважаемые телезрители, нам удалось пообщаться с Глебом. Вашему вниманию интервью. Глеб, здравствуйте. 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 Спасибо, что вы согласились дать нам интервью. Расскажите, как вам город Гомель, какие впечатления? Вы знаете, у меня всегда, скажем так, прекрасные какие-то чувства, когда я приезжаю в Беларусь в целом, потому что я 17 лет прожил в Минске, и здесь особая публика, особые люди, спокойные, очень добродушные. Я чувствую огромный такой, знаете, энергетический посыл из зала, такой родной, что-то родное. Поэтому я всегда очень спокоен на концертах, когда я в Минске, в Гомеле, в Витебске. То есть я, в принципе, был в Гомеле несколько раз. Для вас это домашняя атмосфера. Конечно, конечно. А какие впечатления остались от тех прожитых лет в Минске? Вы знаете, только самые положительные, вот я вам честно говорю, без всяких вот таких вот вещей, спокойность, гармония. То есть люди какие-то более гармоничные, более спокойные и, вы знаете, ну как-то все чуть-чуть, чуть-чуть медленнее, но в хорошем смысле. В хорошем смысле. Все-таки Москва это такой город, мегаполис, да, который заставляет очень-очень быстро жить, очень быстро двигаться. И суетливых очень много людей. Постоянно везде суета чувствуется. Здесь все очень так на полразмера меньше, я имею в виду в темпе. Да, жили вы в Минске до 16 лет, да? До 16 лет? До 17 лет. Ну, потом едете в Москву, и там, в тот момент, я так поняла, вы еще не решили для себя, где себя искать, в музыке или в театре, в кино? И поступаете сразу в два высших учебных заведения? Нет, вы знаете, я с 7 лет решила, что я стану музыкантом. В 7 лет меня бабушка привела в музыкальную студию при Белорусском Большом Театре. И я там играл в главной роли, Питер Пенков, в Сапогах. Участвовал во взрослых спектаклях «Пиковая дама», «Кармен», «Кармена Сюита». В общем-то, сразу в 7 лет я вышел на сцену и понял, что это мое, больше я ничего не хотел. Так, 7 лет известно уже такое направление, а почему тогда щепкинское? Вы понимаете, сейчас такое сложное время, нельзя иметь одну профессию, одно вытекает из другого. То есть я вокалист, я композитор, я актер, я не могу сказать, что я вот кто-то один, я творческий человек. То есть я всегда свои все знания применяю и в исполнительском искусстве, и в композиторском искусстве. Это очень помогает в работе с вокалистами в студии, как композитор. Как вокалист я тоже чувствую инструменталистов, как композитор. Ну, то есть все взаимосвязано. Актерское мастерство обязательно необходимо просто при ситуации, когда ты выходишь на сцену к живому зрителю. Это всегда диалог, и если ты не понимаешь, как это все устроено, то не надо выходить на сцену. Благодаря тому, что в свое время уже человек определился, знал, чего хочет, то и то надо, уже к своему возрасту такой всесторонне развитый, попробовали себя и там, и там. Может быть, я так устроен, но мне нравится переключаться. То есть, допустим, полностью себя отдавать на какой-то период композиторской деятельности, а потом переходить в исполнительскую и отдыхать от композиторской. То есть мне как-то это очень гармонично, очень нравится мне такая вот моя творческая жизнь. Как вот говорят, лучший отдых – это смена работы. Вот, да, да. Поэтому я не могу сказать, что я устаю постоянно от того, что я делаю. То есть я могу пойти в киномузыку написать, пойти театральной постановкой своей заняться. Я очень надеюсь, что она и в Минск приедет, и, может быть, даже в Гомель. Со своей супругой Анастасией Макеевой вы познакомились в консерватории, когда работали над проектом «Монте-Кристо», если все верно. Ну, не совсем так. Как зарождались ваши отношения? Мы познакомились в консерватории на мастер-классе моего педагога по вокалу. Настя как раз в то время искала себе педагога. И, в общем, так как-то получилось, что мы познакомились, я ее провел на прослушивание и дальше подружились. А уже впоследствии мы встретились на репетициях спектакля «Монте-Кристо». У вас блестяще складывается ваша музыкальная и телевизионная карьера. Вы победитель конкурса «Две звезды». Расскажите, как вам работалось с Ольгой Кормухиной? Ну, Ольга Кормухина для меня – это вообще просто пример высшей пробы музыканта, высшей пробы вокалистки. Я не могу назвать еще пару человек, которые могут стать вровень с ней, потому что те возможности, которыми она обладает, даны не каждому. Конечно же, для меня это было огромным испытанием. Но и, с другой стороны, я столько научился всему, ну, вот как музыкант, как вокалист, что я просто благодарен судьбе за то, что нас как-то так вот свела судьба, и мы до сих пор общаемся очень в хороших, добрых отношениях, и при любой возможности я, конечно же, поюсь с ней, если она приглашает, и получаю огромное удовольствие. Поэтому спасибо. Вы сказали «испытание». Почему? Ну, вы понимаете, все-таки тот уровень, на котором она сейчас находится, как музыкант, это высший пилотаж. И мне на тот момент, на тот момент очень многие вещи были непонятные, вообще недоступны. И такая, знаете, экстра-школа, когда тебя просто за уши тянут вверх. С первого в девятый класс. Да, да, да. Это даже из первого уже в последний класс консерватории, если проводите аналогию. Поэтому, конечно, я старался максимально набраться опыта, слушал ее, слушался, я был послушный. Да, поначалу, правда, потом немножко. Но все равно, что это жизнь, да. Глеб, ну победа в этом проекте, потом еще такое успешное участие в проекте «Точь в точь» прибавило вам популярности? Как чувствуете? Ну, конечно, телевизор – это, мне кажется, самый сильный инструмент, чтобы популяризировать человека. Для меня это имеет большое значение, потому что я как музыкант, как композитор, имею возможность работать с очень интересными творческими людьми, с поэтами, с литераторами, с исполнителями. То есть я уже, ну, то есть легче мне выйти на контакт, общаться с очень хорошими музыкантами. Вот я как бы так расцениваю эту ситуацию. Ну, появление медийности, появление популярности. Можно ли говорить про участие ваше в операх, да, про вашу актерскую деятельность, как наиболее яркий момент вашего творчества? Ну, я в операх, вот прям в операх я не участвую. Я получил приглашение после того, как закончил консерваторию в голландскую оперу, но на тот момент у меня все очень хорошо складывалось, как у композитора в кино, и я решил все-таки подождать. Возможно, я не исключаю, что это будет в моем таком ближайшем будущем, даже были какие-то предложения. Но, понимаете, опера – это еще совсем другой жанр, нежели эстрада, нежели телевизионное шоу. Это совсем другое. К этому тоже надо подготовиться. И, в общем-то, я надеюсь, что это будет в моей жизни. Вы знаете, очень впечатлила ваша роль в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Главная роль, не знаю, особенно вот передачу я просмотрела с Юлией Малышевой «Наедине со всеми», где вы говорили о том, очень понравился ваш подход к работе. То есть в тот день, накануне дня, когда вы выходили на сцену, выходили в храм, это таким был обязательным моментом, да? И очень понравилась фраза, что Глеб относился к этой роли, он пытался не сыграть Бога, да, а просто выразить свое отношение. Конечно, конечно. Есть роли, когда ты можешь взять на себя ответственность, сказать от себя слово, ну, в роли персонажа. А здесь очень должна быть осторожная история, осторожный подход, чтобы не обидеть чувства верующих, не обидеть чувства каждого человека. Поэтому я всегда очень сильно, ну, как бы разделял мое отношение. Это мое отношение. Я всегда пытался, как актер, объяснить, что это я смотрю на эту историю именно вот так. И это у меня вызывает именно такие чувства и вот такие вот, ну, сопереживания. Я ни в коем случае не пытался сказать, я Бог, я Иисус. Ну, это совершенно неправильно. Какая роль? Как вообще ваше впечатление? Это очень серьезная роль. И, вы знаете, настал момент, когда я понял, что надо оставить эту роль вот на тот момент, потому что она стала, скажем так, серьезно на меня воздействовать. Серьезно на меня воздействовать. Я понял, что, ну, пришло время все-таки оставить эту историю. Слишком сильное погружение было уже на вот в последний год, когда я ее играл. И иногда я чувствовал, что я уже могу себя не контролировать, а это очень неправильно. Вы также и преуспевающий композитор. Вы написали музыку, кинофильму «Адмирал», за что были номинированы на премию «Золотой орел». Да. Скажите, вот как вообще это происходит? Вот написание музыки и вот выбор фильма – это ваше решение, либо какой-то конкурс, либо вам предложили, вы написали? На шикарность. Всегда конкурс проходит. Вот в любой истории, особенно в кино, всегда проходит конкурс, тендер. То есть продюсеры, режиссеры, творческая группа, они решают вот по результату кастинга, скажем так. Поэтому, конечно, я принимал участие, полгода я принимал участие в тендере. И, в общем, мне позволили участвовать в этом проекте. А как происходит написание музыки? Это очень схоже, в принципе, с любым, скажем так, творческим самовыражением. То есть как актер, он представляет роль, он смотрит на образ, он задает ему вопросы, он ставит его определенные условия и смотрит на него, как он реагирует, а потом уже повторяет. То же самое я смотрю фильм без звука, ну, я имею в виду без музыкального сопровождения, и начинаю фантазировать, какая бы музыка эта звучала. И потом я выбираю лучший вариант и переношу это, скажем так, на протопианную. Какой актер вам, наверное, легче? Вот, о том я и говорил, что эти профессии, они очень схожи по своему принципу. По своему принципу вот именно выдачи такого творческого самовыражения. То есть во главе всего фантазии. Глеб, ваша сольная программа называется «Для любимых женщин». В композиции будет много романтики? Да, будет много романсов, будет очень много лирики. Поэтому приходите, слушайте. Спасибо вам огромное за то, что уделили нам внимание. И напоследок остается лишь добавить, что телеканал «Беларусь-4» смотрит жители всей Гумельской области. И мы бы хотели вас спросить, что бы вы хотели пожелать женщинам, которые в канун 8 марта будут смотреть это интервью? Вы знаете, самое главное – это любовь. Поэтому я желаю вам радостных моментов в жизни, побольше любви, побольше счастья, побольше улыбок. В общем, цветов, только ярких впечатлений. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 удачи. Сияйте, как звезды, и пусть вам во всем сопутствует успех. Ну, а тебе, Света, я дарю вот эти прекрасные цветы. Сияй, как они, и будь такой же красивой, очаровательной и замечательной. Я тоже хочу сказать от лица всех наших милых телезрительниц, большое спасибо тебе за поздравление, и сказать вам, дорогие наши мужчины, наши мужья, наши друзья, наши коллеги, что наше настроение, наше мироощущение женское очень часто во многом зависит от вас. Поэтому любите нас, цените, понимайте, окрыляйте и прощайте нам наши слабости. Это золотые слова. Всего вам самого хорошего, хорошего настроения, хорошего продолжения вечера сегодняшнего. Это была программа Добрый вечер, Гомель. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова